Генеральный директор городообразующего предприятия встретился с спортивной общественностью. На встречу с Михаилом Пахлебаевым были приглашены представители Федерации всех видов спорта, которые официально зарегистрированы и культивируются в Озерском городском округе, а также Сергей Степанов, исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа. В сентябре прошлого года на аналогичной встрече министра по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области Леонид Одер отметил, что Озерску нужна своя стратегия в области физкультуры и спорта. Прошел год. Что изменилось? Залами мы обеспечили на 34 стопейками и низшим плоскостным сооружением на 50 г. Это по российским нормативам. Это в процентах называют? А вот эта единая пропускная способность, она является одним из показателей работы органов местного самоправления. И каждый год на эту вещь обращает внимание в области, когда мы сдаем свои отчеты. Но от этого зависит естественно. Будет сооружение, будет приток населения, который будет заниматься не только спортом, определенным достижением, но и для своего здоровья заниматься структурой. О стратегии развития спорта и алгоритме необходимых решений дискуссии не получилось. Программы развития физкультуры и спорта в Озерском городском округе нет, отметили представители Федерации спорта. Как нет и взаимодействия со спонсорами, которые пока не понимают мотивов финансировать различные виды спорта. На встрече представители спортивных федераций не раз и не два высказывали мысль, которая давно витает в кругах спортсменов и спортивной общественности. Передать детские спортивные школы под единое руководство. Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа. Но этот вопрос, скорее всего, придется решать уже новой муниципальной власти. Подвел итог встречи с спортивной общественностью Михаил Пахлебаев, сам большой поклонник физкультуры и спорта. Везде, конечно, люди хотят здорового образа жизни, спорта в том числе. Тут все происходит, все это как больное. Это и сооружение, и какие-то средства, может быть, на форму. Даже в Новогорном секции есть спортивное ориентирование. Пристрой, в котором они там обитают, он не зарегистрирован, поэтому сейчас электричество отключили там. Тепло, может, еще будет поступать электричество. Хотя секция выглядит так и для пацанов важна, и успехи у них там приличные. Потому что сегодня, да, маяк переформатируется, и от плановых убытков этого года переходит в прибыль, там, и в дальнейшем развитии. И вот эта ситуация болезни, когда еще, к тому же, все издрели шоколадники. Вот, если хотели бы просто так, чтобы оно было, типа, по статусу. По статусу не получается, все равно сейчас надо все зарабатывать. Скажем так, наша история, это наше умение рук и голов, оно должно все равно воплощаться в продукт, который должно пускать, нужно количество, нужно качество, и за это уже только зарабатывать деньги, получать. Вот поэтому сейчас на такую жизнь настраиваю, говорю, легкой жизни я вам не обещаю, будете пахать все. Все будем пахать. Система должна работать. И все может делать.